Он уже не первый год выступает на высочайшем уровне, и ему удается с каждым разом только поднимать планку собственных достижений. Ему всего-то только 19 лет, но это уже третий чемпионат мира для этого спортсмена. Ну и, конечно, совершенно блистательное выступление, в особенности в короткой программе на льду Дворца спорта в Айсберге. Оно влюбило в него тех, кто до той поры его не очень-то воспринимал. Не удалось обойтись Юдзору Ханю в произвольной программе на Олимпиаде без ошибок, но Чан, его главный, основной конкурент там, ошибался еще больше. Как итог, именно Юдзору Ханю олимпийский чемпион текущего сезона. И вновь мы смотрим за его прекрасной программой Ромео и Джульетта на музыку Нина Рота. Молодец. Стоял на сальхере, хотя было очень непросто. Четверной, напомню. Прекрасно. Четверной тулуп. Наверное, где-то на плюс два это точно будет. И тройной флип уверенно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поражает физическая готовность этого юноши, ведь он самый сложный. Элементы, я имею в виду, тройной аксель и каскады оставляет на вторую часть программы, и то же самое можно сказать и у его коротких прокаток. То есть он не только уверен в себе, он еще и собирает вот эти дополнительные бонусы 10% за каждый из прыжков, как в короткой, так и в произвольной, что позволяет ему также отрываться от конкурентов. Тройный аксель, тройный тулуп. Тройный аксель 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 Финал гран-при